Итальянский баскетбольный клуб Варезе один из самых титулованных в Европе, которому не очень везет в начале этого сезона. Зная решительность итальянской команды, венсплские баскетболисты настроились на матч достаточно серьезно и доказали это на первых его минутах. Весплщане достигли перевеса в 9 очков уже в конце первой четверти. Во второй четверти венсплские баскетболисты стали допускать одну ошибку за другой, позволив гостям сократить разницу в счете до трех очков. Тренеру команды Карлису Муежнексу не оставалось ничего другого, кроме как попросить перерыв, чтобы взбодрить команду. Это пошло на пользу. За короткое время удалось восстановить отрыв в 10 очков, который в конце первого тайма увеличился до 17 очков. На перерыв команды отправились при счете 55-38. В первом тайме венсплщане реализовали 7 из 12 трехочковых бросков. В третьей четверти хозяева площадки удерживали перевес в 14 очков и диктовали свои правила игры. В конце матча удалось достичь перевеса в 20 очков и отпраздновать уверенную победу со счетом 91-66. Конечно же, приятно победить дома такую хорошую команду, как Варезе. Спасибо нашим игрокам. По большей части они выполнили план игры и играли с той энергией, которую мы готовили к этому матчу. Дух борьбы был на нужном уровне. Уже с самого начала матча перевес был на нашей стороне. На протяжении матча была, по-моему, пара неудачных, но контролировали ритм игры именно мы. Со своей стороны я мог бы отметить успех Мариса Зейденча на площадке. В статистике его результат невысок. Однако он показывает качественную игру как в нападении, так и в защите. Карлис Муженекс подбадривал своих подопечных до финального свистка, призывая их достичь еще большего перевеса. Я считаю, что игроки постоянно должны концентрироваться во время всех 40 минут, как в защите, так и в нападении. Несмотря на отрыв в 20 очков или 1 очко, это должен быть инстинкт, и этому нужно учиться во время каждого матча. Мы не знаем, выйдем ли мы из группы в Кубке Европы. Важно каждое очко. В нашей группе результаты противников практически одинаковы. Вы видите, как играет группа. Важно каждое очко. Игроки достигли практически всего, чего я от них ожидал. Самым результативным игроком венсполской команды стал Айгор Штеэле, который заработал за матч 18 очков. 13 очков на счету Роналдса Затиса. Для Затиса прошедшая игра стала 300-й в составе клуба БК Венсполс. Одержав уверенную победу, Венсполс занял второе место в общем зачете в своей подгруппе. Следующий матч Венсполс проведет в эту субботу и примет на своей площадке команду Лепа и Триабет. Очередной матч в рамках Лиги чемпионов состоится во вторник во Франции. Венсполс будет бороться с командой Асвел. Татьяна Шковская, Артурс Анш, Эдгарс Инриксон, Курсовское телевидение.